Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новое агрессивное видео. Друзья, представьте себе мир, в котором новая финансовая система уже будет обычным явлением. Какое же место в этом мире будут занимать те, кто держится за старое? R3 это компания, которую знают все, кто хотя бы как-то связан с миром децентрализованных блокчейнов. И она будет использовать технологию XRP. Мы уже не раз говорили об этом. Они называют себя крупнейшей криптовалютной платформой на планете. И если посмотреть на всех их партнеров, NASDAQ, Accenture, AWS, с этим можно согласиться. Кроме этих, у них есть еще 300 партнеров. R3 разрабатывает платформу под названием CORDO для финансовых сервисов, банков, бизнеса и финансовых институтов. Эту платформу уже тестирует MasterCard, например, платежная система, которая тесно сотрудничает с R3. Вместе они работают над сетью, которая должна объединить весь финансовый мир. В этом длинном 20-минутном интервью разработчик R3 CORDO объясняет, что делает XRP в этой сети и как устроена новая финансовая система. Когда я его посмотрел, я понял, наше сообщество самое подготовленное к тому, что грядет из всех существующих. Разработчик конкретно говорит о том, что будет происходить дальше. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Сначала я покажу пример из Италии. 85% итальянских банков уже используют блокчейн CORDO. Глава отдела инноваций Банковской ассоциации Италии сказала, что эта новая технология вносит существенные изменения в процесс межбанковских расчетов. В старой системе на сверку в среднем уходило от 30 до 50 дней, а в CORDO весь процесс завершается в течение дня. R3 у себя в Твиттере опубликовала следующее, 15 июня 2021 года. Представляем песочницу R3 для цифровых валют, новую платформу обучения и платформу для тестирования цифровых валют центральных банков. R3 CORDO также будет использована для CVCB. Банк Бенни Меллан в интервью с R3 рассказал о своем подходе к налаживанию стратегических партнерств, инвестициям и повышению ценности услуг для клиентов. Банк активно участвует в жизни R3 и инвестирует в R3 свои деньги. Мы стратегические инвесторы. Все дело в соответствии. Все должно происходить в соответствии с нашими продуктами и приоритетами наших клиентов. Это должно быть на первом месте. Это первое. Второе. Это работа с нашей собственной технологической командой, которая проверяет компании, в которые мы инвестируем. Так что мы подходим к этим инвестициям, сотрудничая с коллегами из других банков, с полным пониманием того, кто есть кто в этой компании. Банк Меллани фактически сказал о том, что проверил R3 CORDO вдоль и поперек, прежде чем инвестировать. Это тоже очень-очень важный момент, особенно в свете того, что сеть XRP является частью CORDO. Это видно на этой диаграмме, которой поделился Вандер Декен в Твиттере. Теперь я хочу показать тебе эту диаграмму, которой поделился FlarePortal.com. Это один из разработчиков CORDO. На этой диаграмме мы видим, что частями этой финансовой системы будут Ethereum, XDC CORDO, XRP, XRP Ledger, XLM и Algo Algorand. Фактически, это подтверждение всему, о чем мы годами спекулируем. А теперь, помня об этой схеме, давай все-таки послушаем разработчика R3 CORDO. Это не просто какой-то человек, это сам разработчик, который работает над этой системой. Если что, его YouTube-канал называется MattyGTV. Ссылку на это видео я оставил в описании. ФРС США на собственном же сайте сказала, как они готовят капитальный ремонт новой ISO-системы. Причем, по их словам, это может произойти за одну ночь. Они даже не скрывают этого и пишут прямым текстом на собственном сайте. То есть, ты думаешь, это произойдет за одну ночь? Я не знаю точно, но что я знаю наверняка, это то, что все XRP, которые будут на рынке, да и на счетах S-Crow, будут полностью присвоены банками. Фактически, мы уже можем наблюдать это сейчас. Лишь 1% всех XRP принадлежит розничным трейдерам. Единственная причина, которая заставит его взлететь, это рост спроса при остающемся предложении. Когда банки начнут присваивать его и массово использовать, будет рост. Не все банки будут использовать его, а лишь те, которые уже готовы к этому. Но все остальные будут следовать примеру, потому что это будет новая система, которую придется использовать. Сейчас и ФРС, и целый ряд коммерческих банков уже готовы к этому. На момент запуска не все банки будут готовы, это понятно, но как только это стартует, все остальные будут обязаны работать с этим, что приведет к росту спроса. Я не знаю, каких масштабов он будет, но могу сказать лишь одно. Он будет беспрецедентным по сравнению с тем, что мы видим на рынке сегодня. Что, даже больше, чем в 2017? О, да, 2017-й будет выглядеть каплей в море. Он будет выглядеть совершенно ничем. Это был разработчик Корда, и ты слышал, что он сказал? То, о чем он говорил, сейчас на твоем экране. Это страница с веб-сайта, принадлежащему Федеральной резервной системе США. ISO-222. Это новый стандарт, который будет внедрен по всей планете, и мы уже, кстати, когда-то говорили о нем. И этот стандарт, как мы помним, включает в себя технологии Ripple. Криптовалюты, которые связаны с ISO-222, просто не могут не показать себя с лучшей стороны в будущем. Когда эта система может потенциально быть запущена? Интересующий тебя вопрос. А запущена она будет внезапно и быстро, как говорил разработчик Корда, практически за ночь. Ты уснешь вечером, а утром проснешься в совершенно новой системе. И этот стандарт ISO-222 – это ее начало. Это новое начало в глобальных финансах. Итак, когда же это потенциально может быть запущено? На сайте Международного валютного фонда мы можем найти этот текст от 15 марта 2021 года. Здесь написано, что обычно МВФ пересматривает состав и оценку корзины СДР каждые 5 лет. Если что, СДР – это искусственное, резервное и платежное средство, создаваемое самим МВФ. Мы уже говорили об этом. Но прямо сейчас Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил продление текущей оценки корзины СДР на 10 месяцев вперед. С 30 сентября 2021 до 31 июля 2022. Но при чем тут вообще какие-то СДР, спросишь ты? 15 февраля 2021 года я выпускал вот это видео, в котором я обсуждал то, что МВФ и страны Большой Семерки создают гибридную валюту СДР с XRP. Мы говорили, что XRP может стать электронным СДР, связанным с корзиной валют. И, возможно, он будет привязан к золоту. Как говорила Джуди Шелтон, помнишь, золотой стандарт в форме криптовалюты. XRP же при этом является частью корды, которую разрабатывает R3. Все взаимосвязано. Учитывая это и то, что говорил разработчик корда о том, что эта система может быть запущена максимально быстро, буквально за ночь, можно предполагать, что XRP, XLM, Algo, XDC, Ethereum могут взорваться за ночь внезапно для всех вокруг, но не для нас. То, что МВФ отложило это еще на 10 месяцев вперед, подсказывает мне, что им нужно еще много чего адаптировать. Возможно, они просто еще не готовы к запуску 30 сентября 2021 года. Им нужно еще время. Тем не менее, XRP, даже несмотря на все эти задержки, уже интегрирован во много что. Пользователь ЯЛегион в Твиттере опубликовал целый ряд твитов, в которых указал то, как интегрируется XRP в различные финансовые организации. А интегрирован он уже во многие из них. Это и CGI, это и GPI, это и EarthSports, это SAP, это TAS, это Volante Technologies, это Swift, это Swift Academy, Swisscom, Accenture, Santander и многие-многие другие. Я оставлю ссылку на эту сетку твитов в описании под видео. Это просто фантастика какая-то, но это уже реальность. Ripple практически везде, и это навряд ли просто случайность. Это синхронная подготовка финансовой революции. Недавно Банк международных расчетов подтвердил свою поддержку запуска цифровых валют центральных банков. Это сигнал к тому, что с каждым месяцем мы все ближе к их запуску. И Марк Карни, который не раз заявлял, что в будущем у нас будет цифровая валюта в качестве новой мировой резервной вместо доллара, предупреждает центральные банки. Если вы не сделаете это в кратчайшие сроки, придется рискнуть и позволить технологическим компаниям доминировать в новом мире денег. Скорее всего, центральные банки не хотят этого, и ускоряться им просто-напросто придется. Именно поэтому бывший директор Банка Англии уверен, что мир двигается к новой денежной системе, в которой большую роль будут играть финансы децентрализованного характера. И мы знаем, что это будет. Это будет ISO-222, XRP, XDC, ALGA, XLM и Ethereum. Я устал читать комментарии людей, которые пытаются преуменьшить все эти события, не замечать факты, критиковать неизвестное. Вы не портите нам настоящее. Вы игнорируете наступление будущего. Тогда не удивляйтесь, почему вы останетесь в прошлом. Мы уже готовы получить от этого глобального перехода свой максимум. Меня зовут Богатейший Ти. Богатей. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!